здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала сегодня я хочу рассказать как вяжутся вот такие варежки перчатки с 1 пальчик не провязан варежки спереди сделано чтобы можно было пользоваться варежкой как можно оставить не провязанными несколько пальчиков внутрь случае один чтобы пользоваться на улице с сенсорным телефоном первым начинаем вязать указательный пальчик выдвигаем на двух контурах 8 игл делаем набор на круговое вязание вешаем грузики и провязываем первые ряды по кругу всего на указательный пальчик нам понадобится провязать 60 круговых рядов то есть 30 будет с одной стороны далее выдвигаем все иглы в нерабочее положение они больше вязать не должны нить обрываем достаточно оставляем 15-20 сантиметров этот кусочек нити нам понадобится потом чтобы зашить дырочки которые образуются в процессе вязания между пальчиками теперь набираем новой нитью но следующий пальчик это будет по 8 также петель это будет у нас самый большой пальчик здесь мы вяжем 70 круговых рядов также делается следующие пальчики безымянный мизинчик на безымянный также делаем 60 рядов выдвигаем 8 и 8 петелек на безымянный пальчик и провязываем 60 рядов по кругу также обрываем нить и начинаем мизинчик на мизинчик выдвигаем 7 и 7 петелек провязываем 50 рядов круговых ставим все иглы на передней и задней фонтуре в рабочее положение и вяжем 50 круговых рядов до пальчика большого значит после со стороны указательного пальца мы провязываем дополнительной нитью на задней фонтуре 10 петель это у нас тут будет большой палец от большого пальца далее вяжем по кругу 130 круговых рядов на этом внутренняя часть перчатки варежки закончены здесь в этом месте будет перегиб можно украсить его ажурными дырочками накинуть одну петлю на другую сделать дырочки накиды ночью тут с этого места начинает считать счетчик поставим на нули и начинаем считать в обратном порядке вяжем верхнюю часть которая у нас уже будет варежка от перегиба вяжем опять же 130 рядов до большого пальца зеркальном отражении на этом месте мы навешиваем дополнительную нить на 10 петель для большого пальца далее вяжем 30 кругов 30 круговых рядов и здесь мы делаем отверстие для того чтобы открывалась наша варежка мы оставляем по 3 иглы по краям остальные одеваем провязываем дополнительные нитью вот у меня розового цвета далее мы вяжем основной нитью частичным вязанием только по задней фонтуре несколько рядов вот где-то 4 или 6 чтобы у нас был потом нахлёст его пришьем нахлёст над верхней части вот здесь он показано как провязать эти дополнительные ряды частичным вязанием далее мы снова вяжем по кругу 70 рядов и начинаем с 70 рядов начинаем делать убавки трехигольным декером с каждой стороны выдвигаем вот три иголочки и трехигольным декером перекидываем на одну игру со всех сторон и по передней и по задней фонтуре и провязываем один круговой ряд потом снова убавляем трехигольным декером и провязываем один круговой ряд и так пока у нас не останется сверху там сколько 7 8 петель как вам удобнее сделать верхнюю часть оставить потом мы перекидываем все иглы с передней фонтуры на заднюю и закрываем все эти иглы уже верхушечку саму просто вместе все это закрываем и у нас образуется верхняя часть варежки вот в таком виде мы уже видим связанные варежки теперь нам надо будет все ниточки заделать заделываем вот этот вот это отверстие посередине делаем и зашиваем верхушки пальчиков дырочки между пальчиками прячем все кончики ниточек вот там еще довязали пальчик средний значит надеваем его на машину эти петли и довязываем и завершаем вязание также как на верхней вот тут мы распарываем значит это отверстие все это зашиваем внахлёст и закрываем петельки петельки закрываем вот таким вот как показано на этом рисунке мы движем иголочкой петельки и закрываем их получается аккуратный достаточно красивый край сейчас будет видно вот такой вот край у нас получается обработанный вот эти вот концы мы сшиваем внахлёст вот так вот выглядит раскрытая перчатка вот это сверху это тут на кончике мы делаем петельку потом и пришиваем пуговичу еще можно сделать завязочки красивые бантики сверху ставить пришить вот такая перчатки смотрится вот зубчиками такими из-за того что мы делали пропуски дырочки если после моего объяснения вам все-таки что-то непонятно задавайте вопросы в комментариях я с удовольствием на них отвечу подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и дизлайки и давайте общаться и вязать новые красивые вещи